В последний день работы 12 августа приемная комиссия оценивала подготовку к новому учебному году школ 14, 3 и 6. Специалисты Управления образования уделяли внимание аудиториям со специальным оснащением. Это кабинеты физики, химии, информатики. Сотрудники правоохранительных органов интересовались наличием и реализацией в школах антитеррористических программ. Роспотребнадзор и Госпошнадзор отслеживали выполнение предписаний, нацеленных на безопасность жизнедеятельности ребятишек в школьных стенах. В ходе проверки в школе номер 6 выяснилось, что учебным заведением не выполнены три предписания надзорных органов, вернее, исполнены частично. Осталось смонтировать еще 24 светильника над досками, добавить на школьной территории контейнеры для мусора, оборудованные крышками, завершить работу по установке кабинок в туалетах. Расходы на выполнение последнего пункта, согласно смете, немалые – 1 миллион 700 тысяч рублей. В срочном порядке школьной администрации приходится решать и попутные вопросы, связанные с переездом школы номер один. Спасибо, Татьяне Александровне, что шестая школа идет нам навстречу. В общем-то, я думаю, что для учащихся первой школы созданы будут все условия, чтобы они не чувствовали себя обделенными в новом здании. Но вообще хочется уже побыстрее переехать и начать учебный процесс, чтобы снять все вопросы, постараться снять все вопросы и как-то войти в нормальное русло. Первое, что мы делаем, вносим изменения в устав, где указываем несколько фактических адресов, по которым будет осуществляться учебный процесс учащимся в школу номер один. Фактический адрес остается тот же, 25 октября, 18. Пока ученикам и педагогам школ номер один и шесть придется делить парты, уроки и перемены. Для учеников Пушкинской уже определены кабинеты физики и химии. Скоро утвердится расписание уроков физкультуры в Большом спортивном зале. В просторной столовой хватит места для дополнительных обеденных столов. Школа номер шесть готова принять детей первой школы, детей, педагогов. Для того, чтобы нам создать условия для учащихся первой школы и педагогов, мы выделяем 10 аудиторий на первой смене и 10 аудиторий на второй смене. Естественно, что в количество этих аудиторий входит и помещение и для директора школы, и для завучей, учительская. Для детей придется нам переоборудовать некоторые классы. Значит, конечно, мы идем на то, чтобы вместо музея нашего школьного сделать кабинет. Вместо двух кабинетов информатики у нас сейчас будет один кабинет информатики, и один кабинет информатики мы передаем первой школе. Готовность принять ребятишек начальных классов первой школы продемонстрировала комиссии и школа номер 14. Мы очень хорошо готовы принять первую школу. Мы ждем детей. У нас идет к нам восемь классов, это около двухсот человек, детишек маленьких. Мы полностью выделяем два кабинета, это с первой и со второй смены на втором этаже. Два кабинета со второй смены на первом этаже и два кабинета со второй смены на третьем этаже. Школьные коридоры и аудитории к началу учебного года комиссия признала готовыми, но замечания по хозяйственной части учебному заведению все же были сделаны. Острый глаз представителей надзорных органов приметил пыль от недавнего ремонта и непокрашенную песочницу на игровой площадке. Но акт приемки комиссия подписала, сделав скидку на масштаб работ, проведенных в школе этим летом. Состояние школы номер 3 комиссия оценила на твердую четверку, а вот территорию школы рекомендовали взять под наблюдение. Скрытые видеокамеры, по мнению представителей органов правопорядка, помогут снизить риск происшествий в школьном парке, который считается проходным. Начальник отдела надзорной деятельности Владислав Леплянский отметил ряд недочетов со стороны пожарной безопасности. Здание самой школы номер 3 и здание межшкольного учебного комбината, который в нынешнем году влился в структуру учебного заведения. В целом хочу сказать, что все 9 предъявленных объектов были приняты государственным пожарным надзором. Причем могу отметить тот положительный аспект, что половина учебного заведения вообще замечаний по нашей службе не имела. То есть это достойно позиции уважения руководителей муниципальных образований. Значит, замечания те, которые были, ну, наиболее такие, скажем, проблематичные. Это по третьей школе, учитывая, что к ней присоединено было еще одно здание. И это случилось в этом году. То есть, ну, практически у руководителей не было возможности будем говорить там, принять какие-то меры. Некоторые проблемные вопросы, которые требуют дополнительного финансирования, будут вынесены нашей службой и адресованным руководством города. Потому что некоторые вопросы нужно рассматривать уже на перспективу, то есть стараться все-таки их решать. Но это потребует дополнительного финансирования с местным отзывом. С 1 сентября для надзорных органов, как и для школьников, начнется новый сезон. С начала учебного года вступают в силу изменения СанПИНа в правил и требований. Это новые проверки и новые предписания, а значит и расходы на содержание школ вполне могут увеличиться.